Вот Игнат Тихонович здесь. Да, я бегал к голубям, в это время не успел маленько. Пока температура плюсовая, успеть вычистить у них. Да, правила везде. И особенно много у евреев. Вот все говорят Талмуд. Талмуд, кажется, толстая книга. Да, она не тонкая, но это 12 книг, где все по правилам. Вот у меня 23, 24, 25 тонн посвящен этому открытым оком. Вот кто не знает, никогда не считал, можете просто на наши книги выйти и там посмотреть. И сказать, что правила не нужны, они и так. Вот, допустим, я голубятник и живет тут метров через 250 еще голубятник. И вдруг молодой голубенок, он первый раз слетел, а назад не знает как, чей он. Шагами надо измерить расстояние. Тому будет принадлежать где меньше. Это так было всегда, когда убитого находили. Это уже библейские. Мерили шагами. Убийцы где? А может быть его к дверям моим подвезли? Да, к дверям, но по-другому пока нельзя. И тебя не обвиняют, будут расследовать. Так вот. И в природе существует это же самое. Вот весной коров, когда выгонят, они сразу начинают бодать все. У воды, у еды, первый день они выявляют отношения. За зиму они забыли, кто начальник. Вот иногда у нас и бывает майданы поставить на место. Еще, Игнат Тихонович, можно вопрос? Можно вопрос. Вот я читала, Жития Антони Велики. Кто воспитывал детей у императора Феодосия, Аркадия Гонория, это Антони Великий, да? Нет. Это тогда у них там служил не Антоний, это Антоний, это совершенно другая бедра. Арсений, Арсений. Арсений? Да. В своей части, в государстве на две части было расположено. Это Феодосий старший как раз заботился о сыновьях своих. Да, да, да. Да, и в своей части не нашли, тогда в другой сделали запрос, и там его такого нашли, чтобы разбирался во всем божественном и во всем мирском. Да, ну вот он воспитывал двоих сыновей, Аркадия и Гонория, да, его. И одного из них он очень сильно побил, когда... Аркадия. Наказывать, да. И почему же тогда, если он их так воспитывал хорошо, почему же тогда он его начал преследовать, чтобы убить? Он воспитывал. Он воспитывал, это одна сторона, а в обратном направлении отрицание. Учителя хорошие? Хорошие. Учительница получила какую-то там номинацию, там что-то у них было. Поставила двойку. Ученик еще не додумался, как зарезал ее. Прямо на лестничной площадке. Студенты. Ну, не учился-то, бегал за Машками, за Тяньками, Маньками-то. Точно так втроем перехватили. Она доцент, и по дороге домой они ее убили. Почему? Так она добру учила. Христос добру учил. А сколько против него было? Апостолы учили добру, а сорок киллеров договорились не пить, не есть, пока не убьют. Господь Бог на небе. Ангелы, безгрешные. А в это время одна треть ангелов была уже против. Одна треть. А много ли это? Может быть, несколько миллиардов. Мы же не знаем. Так что вины Арсения там не было. Он наказал так, что рубцы у него остались, говорит, навсегда. И он сказал, как только стану я императором, я сразу его убью. Ему сказали, он бежал. И у него было как бы видение, беги и молчи. То есть совершенно не евангельский путь дальше пошел. Он ни с кем не разговаривал. Я поняла, Игнать Тихонович, но вот от этого я унываю как-то, что я могу воспитывать своих детей, а они все равно не станут христианами. Ну вот я не знаю, какое-то уныние из-за этого, из-за всего происходящее. Вам сколько лет? Мне 47. А старшему сколько? Старшему почти 20, а младшему 7. Вот он у меня последний. А то у вас сколько детей? Двое всего. Двое. У меня примерно 100 детей было в те годы находилось. Я директор детского лагеря, сам основал его. И директор его 45 лет. Берешь детей, лишь бы сказал, что верующий, а он и не верующий. С чего только не было. Но у меня было физическое наказание. В густаве написано. Там вот, а власти-то против? Они против меня где-то около 4 уголовных дел воздвигли. Но ни одно не дошло до суда. А если дошло, было разгромлено. Родители заранее расписывали, что я имею право наказать их ребенка. За что? За матерное слово там, кого-то ударил. Ну и такое вот. Это опять же, как Бог благословит. Но меня пронес. Я ушел. Совсем? Да, да, да. Ну ладно. Володю тут провожаю. Господи, да благослови тебя, Господь, брат. Иди с Богом. Палочку сам поставь с этой стороны. С той стороны. Ну вот так, сестра. Дело-то какое. Это от нас многое не зависит, но это как благодать Божия. По благодати Господь дал мне близких отношений. Близкие просто таких, сказать, ну, отношениях, или как там. Прокурор края был, генерал-лейтенант. И все жалобы, которые были, он и гасил их. Потому что он видел, что это несправедливо, говорят. Но он мне советовал, не берите таких детей. Столько же вопросов с ними-то. Они не хотят ничего делать. Но у меня речь сошла не просто о детях, а дети, которые смотрели на родителей. Некоторые уже, там ему сколько там, 14 лет, он законченный наркоман. Они купили наручники, их батареи, говорят, мы его приковываем, и снова все вынес уже на наркотики. Сейчас, буквально, сейчас гляну, подождите, двери закрою. Сейчас еще минутку, посмотрю, как он прощается со мной. Он выходит у дверей, Володя, на улицу. Вот смотри, какой порядок у нас. Я не могу показать его, но у меня кое-где снятый. Вот я сейчас буду снимать его, и потом на это наш, этот он выйдет. Что-то заклинило. Заклинило. Сейчас. Вот он, Володя, идет. Вот потом, видите, как он проходит сегодня. Трактри поклона сделал. Теперь, отвязывает заворин, у которой калитка связана, нельзя открыть. Так, помолился, открыл, теперь выходит, рукой помахал, я за него молюсь. С котомкой подался дальше. Левой рукой машет, как Путин. Тут все время левой рукой так отгребается от воздуха. Ну, вот такое дело. И вот эти дети чужие, они-то мне не родные, как бы, а они мне дороже родных. Я за каждого отвечаю. Бывает, он сбежал где-то, где он вынырнет. А бывает, сбежал, да еще и обокрал. Я все равно с ним работаю. Откупаются, ну, кажется, там, что особенного-то? Причи дети жалуются, раздевалка где, а вот Валера стоял и ногой пинал. Я спрашиваю, пинал? Пинал. А почему? Дурю маюсь. Дурю маюсь, сам говорит. Я ему даю щурку, это 150 метров туда и 100 обратно. Пинаю ее туда, а потом обратно ногами. Он прикатил, больше не стал. Я каждому должен дать соответствующее наказание. Поощрение. Но это уже наказывать за 45 лет не позволило ни одному воспитателю, старшему воспитателю. Это очень тонкое дело. Но без наказания нельзя оставить. Он не научится, раб. И детей, говорит, не жалей там своих сыновей. Наказывай строго, розги не жалей. У меня к христианству православию книга, и там написано о семье. Посчитайте. О семье. Еще есть материал, я еще раз решил его проверить, и там кое-как буквы из-батье, на ее перевести. Называется воспитание воспитателей. Везде учат людей, на какую должность его. Проверяют, он сдает экзамены, годится, нет. А стать родителем никаких экзаменов не было. Лишь бы похоть была. Все. И что делают? И как воспитывать? Это самое сложное. У нашей матери нас было 10 ребятишек своих. Пять парнишек, пять девчонок. И мать говорила, самое трудное, это с детьми водиться и Богу молиться. Вот она это знала, неграмотная женщина. Настолько неграмотная, что с отцом вместе полкласса не кончили. Это отец инвалид без руки. Я делюсь опытом, знаю, что такое. Какой стадии у вас, как это уже, я не знаю. Начинать надо. У нас Архимандрит один, а его спросила сестра, говорит, тут у меня ребенок родился, а сколько ему? Месяц. Какое время начинать воспитывать? Он говорит, на месяц уже опоздала. Вот у моей сестры ребятишки, ну, десять, у нее семеро, и она никогда не подходила в люльке ребенок кричит. Говорят так, я знаю, он сухой, накормленный, я ему не нужна, все. И он засыпает, и все нормально, дети спокойные все, ну, если они свои. вот так. Я поняла. в чужую семью не войдешь, чтобы тебя полноправным признали, но я вот совет вам даю, все пересмотрите и к молитве прислоните. Как? С мужем все согласно? дети больше счастья не научаются, подражают, как родители себя ведут. И даже игры эти, которые играют, вот вчера только Володя показал, мальчик, девять лет, попытка изнасилования восьмилетней девочки. Машина списанная стоит во дворе, и он заманул туда, и свои дела. Его не посадят еще, а в Древней Греции его бы казнили, и все, то маньяка бы не было. Вот все. Вещаса, все устранился-то. Сижу, кушаю перед работой. Ну ладно, а то я подумал, что ушел. Ну еще там про Ирину то что-то известно. Ну все, я ей сказал, пока от нее молчок, она сказала, я буду думать. А пускай думает, если серьезно все, что там было, а не подделка, как говорится, на ловлю лохов, то мы готовы ее принять. Да, мы я скажу, мы от себя все сделали, Игнать Тихонович. Да, я бы ее за стенкой поместил, около меня, она была бы рядом. Все время бы общались, молились, три сестры вместе жили. Места хватит, две комнаты. Я ей все это сказал, говорю, что мы готовы, и все, то есть это дальше уже все за ней идет. как как что там что у нее там с семьей это я ничего не знаю. Ну, если это серьезно, вот Арсений бежал, вот сразу переоделся в нищего, проскальзов мимо часовых, и был так, он ушел в пустыню, его искали, искали, никто не мог найти нигде. Так что тут держать надо ухо востро. Здесь же апокалипсис, его нельзя воспринимать последовательно. Да, вот он показывает определенный, вот уже как бы конец показывает, но в то же время следующий будет уже раскрываться то, что прошедшее прошло. То есть он весь непоследовательный. Правильно я понимаю? Да. так и есть. Оно то по частям идет, то общей лентой, то отдельно внезапно показывать. Я представляю то, когда при Нероне дали показать, который-то не при Нероне, а позже какие императоры были, дали просчитать, как они смотрели. Это что, у них такое преподают, а о чем здесь говорится? Загадки. Видишь как? А если бы прямо было написано, что там-то то-то там будет, человек бы к тому время это и подготовился, а остальное время живи, покаюсь, а так неопределенно, как будто бы это сегодня сказано про меня. мир вам, Игнатий Тихонович. Можно вопрос? Можно. Ксения Михайлова, скажите, если жена непослушна мужу, если муж ей подчиняется, является ли жена препятствием к познанию, ну что муж не может найти Бога из-за такой непослушной жены, что он привык подчиняться ей, не могу оформить вопрос никак, но препятствием к тому, что не может он никогда до Бога добраться. Я сейчас, я вообще была жена раньше непослушная совершенно, а сейчас начинаю слушаться, и я вижу, как мой муж, он порой из меня вот это непослушание прямо жестко, жестко очень со мной поступает, я прямо вижу, как он становится жесткий, хотя он раньше мне вообще подчинялся во всем практически, все мои желания исполнял, вот, и вот мой главный вопрос, являлась ли я препятствием к тому, что мой муж не может найти Бога, если я ему не подчиняюсь, вот, если я такую главную кафедру заняла в семье, не поняли меня, наверное, что я хочу сказать. Вы сами как, анализируйте это, правильно делаете или нет? Ну, вот, я начала его слушаться, и я вижу, что он все исполнял мое, а теперь вдруг жестко со мной начал поступать, прямо меня в пух и прах, как детей своих. То, что впереди было хорошее, за это хорошее, расчет надо сделать, чтобы было поровну. Угу. Так что примите это как радость от Бога, иначе бы вы так и думали, что вы мужскую роль исполняете, на своем месте стоите. А так он вас берет с этой рамки, а вам уже это не в привычку. А если вы с первого дня это бы делали как положено, вы бы даже внимания не обратили, считали, так и надо. Когда он потеряет право учить, говорит, вопреки Златоуза, капитру занимает жена. Она ему тогда говорит, вот иногда говорят, я посты соблюдаю, а он нет, он сердится. А ты выйди из этого положения, чисти картошку, завари все, ему скажи, ты меня пощади, скажи, мне нельзя это, купи нам мясо, отруби его по размеру кастрюльки, и когда закипит уже там все, я картошки кладу, а ты свое мясо положи, я отдельно тебе кастрюлю сделаю, все сделаю, все как надо будет. Ему зачем посетить себя, когда он неверующий, ему это не надо, но глядя на вашу скромную послушную жену, он задумается. Все, начинает прослывать. Зовут в гости на Новый год, никогда никуда не ходите. Не надо, идет пост, да и делать там нечего, а если пришла, нигде не участвуй, не в разговоре, но возьми с собой Евангелие, кому-то подари и слово попроси, чтобы так это культурно было, как говорят, по-христиански, и там можно сказать слово, а когда выпивают или что-то, сразу скажите, выпивать будут, я сразу уйду домой, мне не положено тут быть, сидеть за столом. Блаженый человек и женеедий на Совете Счастивых, не стоить на пути грешных, не сидеть в собрании развратителей, а пьянство это разврат, это они рядом в обнимку идут. Тут надо на каждое дело отдельно смотреть и молиться, а не то, что, чтобы соблазна не было, один священник выступает, но я пошел на Новый год, пост идет он, ну дали кусок мяса, но я съел для того, чтобы никого не соблазнять. Так как же наоборот ты соблазнил людей, поп-то смотри, мы ехали как-то в поезде, мы свидетельствовали, так получилось. Мне пришлось в ресторане вагонном, железнодорожный поезд идет, 4 часа проповедовать, подряд, 4 часа отвечать на вопросы. И там один подошел, корочки показал красные, я сотрудник КГБ, вы прекратите тут агитацией заниматься. А она подошла, директор, руки в боки, вот так бухает фе. КГБ, да ты вчера у меня еще тепленький, выпался отсюда, сядь, а то сейчас выпру. Он сразу, извините, пожалуйста, сел на место и больше не вылазил. Интеллигентный, культурный, надо в каждом месте смотреть, как поступить. Девора, она сама не просилась на войну, но ей сказали, не пойдешь, я не пойду на войну. Она сказала, пойду, но главная слава, уже не тебе будет, а другому. Вы знаете, там Сесара как погиб. В любом месте надо смотреть, а то на похороны зовут. На похоронах неудобно, люди не дают говорить. Им главное скорее зарыть нахлестаться. То есть, везде-везде нужно делать по разуму, по уму, по молитве. Поняла, спаси Христос, Игнать Тихо. Да. Снимать начинай. Все, больше никого. Отхожу. Доброе утро, Тихонович. Еще вопрос. Вот касаемо сегодняшнего положения. Начал читать Евангелие, ну, я тут самый нерадивый в вашей группе. Евангелие от Матфея с 33-го пастельного стиха по 37-й о клятве. Вопрос в чем? Я, я когда призывался, ну, и многие такие, как я, призывники, дают клятву на службе. Вот. И по незнанию я дал эту клятву. А сейчас, когда идет призыв, ну, я могу уже от этой клятвы отказаться. Ну, все-таки я, я, я поклялся перед государством и два года я, ну, эту клятву, как бы, сдержал. А сейчас я могу не идти на службу, например, если меня будут призывать, ну, то есть, не, не родить. Вы напишите заявления, вот какие есть, если не знаете, я вам сейчас скину, что нужно, какие поставить заявления, что по альтернативной службе будете служить. Вы крестились, стали христианином, все смыто с вас, никаких клятв нету. Господь из плена меня выкупил, я был пленник, я выполнял, меня выкупили, теперь зачем мне ваши клятвы? Клятвы запрещены намертво, скажите, намертво Христос запретил. Да, я понял. Игнатий Тихонович, я не крещеный, я только учусь. Ну, надо готовиться к окрещению, там, через Вячеслава все узнавайте, чтобы были поручители у вас, чтобы серьезно, не так, сегодня я верующий, а завтра опять нахристался. Игнатий Тихонович, а поручителям, кого, кого посоветуете мне? Кто вас знает, и кто поймет, что вы прямо стоите, а не горбатитесь перед грехом? Ну, пока еще меня никто тут не знает. Ну, вот, как вручается за человека? Написано, не вручайся, иначе он тебя подведет. И в то же время, когда в беде, можно поручиться, чтобы вызволить его. Поручился, а что? Я головой отвечаю за вас. А как я буду, когда вижу, что человек все делает напротив? Он не слушается. Вот здесь есть Шлоков. Александр. Сегодня напился, вчера напился. Я ему сказал, как он везде любит поучать, а сам никакой. Я говорю, купи скотч, и скотчем заклеи рот. Вот так себе, когда выходишь бесит. И поперек. А потом руками прямо держи, поперек вот так вот. А вам меня видно? Чуть-чуть. Экран наполовину. Ну как наполовину? Ну вот он я стою перед вами. Сейчас видно. Сейчас видно. Вот так вот закрывай. Он не согласился. Но его сразу заблокировали. Он опять ко мне. Я его не трогаю, а бывает и ходатайствую. Я говорю, ты не битый. Ну посмотри на свою рожу, на кого ты похожий-то. Пьяный. И везде лезешь. Знать еще не знаешь. Как ты че, то с моста сброшусь, то задавлюсь, то ты одержимый. Одержимый демонами страшными. Тебе надо молиться, день и ночь плакать, а ты только заходишь. Сказали, Христос выгнал. Дет. Он давай в храме крещать, торговлю уберите. Нормально? В армии не служил. Че он это? Сами на себя там, маленьком зеркало взгляни хоть иногда. Тебе надо молчать и учиться. Молчать и работать. И работать до седьмого поту. Так что вы себя хорошо посмотрите, горжим это или нет, чтобы не так, что скрываться лишь бы. А так все, в душе убийца, а я трогать не буду. Ты должен врагов любить, не просто так. Вот у нас один принес заявление в военкомат полгода назад, а за полгода считается. Его взяли. Я могу скинуть, я уже скидывал это. Прошел месяц, как его взяли. Присягу не принимают, не переодеваются, ничего. Я христианин, и весь сказ. Его на кухню там где-то определили. И уже прислали благодарность, благодарность. От военных, кто там над ними командует военной, родителям. Грамота. Он исчезли, никуда ничего не пропадет, не торгует. Вот и все. А другие двое хотели под это самое, ничего, винтовку в руку, давай присягу. Безбороды, какие вы верующие? Верующие тоже мне. А то им там уже говорят. Не успеешь за человека заступиться, а он, видишь, опять пролетел. А меня кого, за кого вы ходатайствовали? У меня было уже не один раз так. Да, говорят, надо учиться у лучших. Трудно быть сегодня поручителем, когда человек бессовестный. Я вам все сказал по этому вопросу. Начинайте работать. Обязательно должна быть работа, чтобы ты потеть мог. Поти лица, есть хлеб свой. Вопросов нет? Отхожу. Игнатий Тихонович, мир вам. Вы слышите меня? Слушаю. Николай Георгиевич, говорите. Вопрос. Значит, при разговоре с человеком, у которого винегрет подмешаны очень многие и баптизма, и иудаизма, ну, всего многое. Вот. И он заявляет, что Бог не мог молиться Богу. Вот. Как разоружить одним словом? Или же не стоит этим заниматься? Не стоит. Никак. Таких людей миллионы, если не миллиарды. И кого ты будешь управлять? Библия есть, Дух Святой сходит, пускай молится, и Бог открывать будет, берет святых отцов. Мало что так говорят. Даже каждому дал Бог ум и совесть. И другой вопрос. Как в разговоре себя поставить? Почему? Потому что когда я начинаю проповедовать о Христе и говорить словами из Писания, вот, это кратко, дальше, его несет, и он не останавливается, не дает возможности говорить, как мне поступать? То ли молчать, то ли дорогу свою завернуть от его пути, не соблазняйся, отойди от него. Если он в Духе Святом, он сразу почувствует голос неба, голос Христа, а он не дает тебе говорить, то есть у него там может легион под языком сидит. Зачем же ты будешь говорить? Надо, чтобы искали, просили Петра, он тогда пришел. Они не знают, что у них комната мертвецами забита. Придумали скелет в шкафу. Спаси Христос. И еще последнее то, что мое было не то, что пожелание к нему, он говорит, я пытливый, я ищу, я говорю, есть такой проповедник, Игнатий Тихович Лапкин, вы можете найти его и выйти на разговор с ним. Я дал координаты, не знаю, правильно или неправильно я поступил, но у меня было такое желание, чтобы для просвещения его, если он желает, чтобы он с вами поговорил. По скайпу. Да, по скайпу. По скайпу я никому никогда не отказывал, пока не узнаю, кто он есть. Бывает одна встреча, а бывает на всю жизнь. Тут мы побеседуем, на Вячеслава дай адрес, телефон. Хорошо, спаси Христос, Игнатий. Аллилуйя. Аллилуйя. Тут почти есть на кого сослать, это люди почти все знают Слово Божие. Так, никого нет, отхожу. Не успеет еще никто ответить. Уже отойдете. Ну, все. Все, братья, спаси Христос за слушание. Аминь, спаси Христос. Благодарю за молитву. Аллилуйя. Еще раз прочитайте потом, чтобы понять. Одно дело слушайте, а надо еще самому пройтись. Вникнуть. Аминь, спаси Христос. Аминь, Все уже не первый раз читает, те понимают, а кто первый раз слышит, для тех трудновато это все, много информации. Если какие-то вопросы есть, братья, можете сейчас задавать Игнатью Тихоновичу, пока он не уехал. Да, давайте, я через 20 минут ухожу. Вот как хорошо. Викнатий Тихонович, мир вам. С миром. Слышно меня? Слышаю вас. А меня, меня слышно? Да, да, хорошо слышу. У меня, это Ксения Михайлова, я опять про детей хочу спросить, ну и вообще про людей. Наблюдаю за своим младшим сыном, семилетним, а он у меня, я вижу, что он капризный. Вот, и как бы борюсь с этими капризами и увидела, что я сама, оказывается, тоже капризная. А раньше я не видела, я думала, что у меня все правда. Оказывается, я капризная. Потом увидела, что и муж мой, оказывается, капризный. И получается, вот мы так живем и используем друг друга ради наших капризов. Вот, битый, небитого везет. Вот, вот это вся семья наша. И я потом вижу, что и люди, оказывается, все капризные. А как же тогда вообще, где держатся, вот здесь одни капризы, и все люди, ну, все дела свои, у них все дела, это их капризы. И как же тогда вообще мир держится, и предприятие, и государство. Вот здесь только это, больше здесь ничего и нет, оказывается. посмотрите, вы крещеная? Ну, наверное, нет, вообще, да, в детстве. Ну, представьте, что вы пришли к Иоанну Крестителю, и он вам что стал? Он бы сейчас сказал, змей, порождение и хитнины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Кто внушил вас задавать такие вопросы? Ответьте мне. Это я, откреститель вам задает вопросы, не я. Я даже не понимаю. Тут у меня знакомая одна близкая, брат у нее, архимандрит. И вот, она говорит, он только приехал, но, видите, ребенок на руках, мальчик. И она говорит, он, чтобы капризу не было, когда надо научить? Он говорит, а сколько ему? Да уже неделя, как родила. Он говорит, на неделю опоздала. На неделю опоздала. Надо было учить, пока еще не зачатый был. И молиться об этом. Я что могу на это сказать? Вот едем в электричке, и видно, что девочка капризная, ну, лет пять, ну, такая рослая, и сидят вокруг нее, я не знаю, кто они, мужчины, там женщина одна, и что-то с ней там люлюкают, а тут же все видно, пригородный поезд-то. И она, девочка, с размаху бьет одного по лицу другому, и они спокойно сидят, да ладно, ладно, Ниночка, подожди. Это что такое? Кто же вырастет-то? Да ты бы один раз-то ей подсказал, как надо. Она бы забыла руку поднимать. При виде отца она бы трепетала. Кто же виноват-то вам? Вот таких, как вы воспитаете детей, такие и вы, такой муж. Ничего нельзя сделать. Поэтому придет всемирное наказание за все это. И тогда мгновенно всех, это или щума, или людодетство, или война, или голод, и тогда все смирились, а возражать некому. Тем более, когда мы такие на улицу выбросили, никого не принимай, кто что-то там о властях наказан, будете косяки грызти. Я капризную. То есть, у него что-то есть, дают, но она не хочет, дай другое. Не давай 2-3 дня, все, она будет подряд везти. Я вот на квартире жил у одних, и, ну, она, жена, лет на 15 старше мужа, девочка такая капризная, ну, видно, что избалована. А я ей говорю, 15 километров ехать до нас, я про школу говорю. Они мне ее дали, я ее на велосипед и домой сюда привез, потеряевку-то. Она сразу увидела, что настощенное гнездо, уже залезла. А как промялись дорогой, до вечера, да она не ест ни одно другое, там, у печки глину ковыряет, ест. Мама поставила только картошку нечищенную, там, молока дала. Они все за себя метят, и она сразу с ними. Надо больше, дети больные, капризные, больше рожать надо. Вот показывают, полячка одна, сколько, 8 детей, она сохранилась, как будто 30 лет нету. А как вы юность сохранили? Рожать больше надо. Вот у моей мамы рожжена была 12, живых нас было 10, капризных ни одного. Мы этого не знали. Сказал отец или мать, это закон, абсолютный закон. И что-то не так, или старшему брату я не подчинился, я даже не могу понять, как это. Вот причина какая, ненормальная обстановка. И песня поется, я у дед, там, у матушки, там, у кого один, я у дедушки один. Они ему щенка подарили, он ходит, и дед спит, бабка спит, он один во дворе. А нам некогда этим заниматься было. Мы то по ягодам едем, то что-то... Вот причина теперь, посмотрите сами. Лекарства в вас, в вас. Господь, ни я, ни Бог тебе не поможет, говорит Иоанн Златоус, если ты сам себе не поможешь. Ни я, ни Бог. А я что могу сказать? Один ребенок, как это, а почему их не пятеро? Вот моя мать, она, если детей живых имела, мать героиня. И вот, у нас вообще-то, даже такого порока не было. И мы не знаем, как это так, капризничать, пойду, не пойду, буду есть, не буду. Не будешь есть, мама тебе не даст несколько дней. Все будешь подряд молотить. С этим надо бороться. А вы боитесь ребенка пальцем тронуть? Рукой бьет отца мать, да эта рука бы у него, говорит, посинела. Все отца и мать. Проклят кто злословит. А это не злословие по щеке бьет отца и мать. А ребенку еще лет пять. Вот, миленькая моя, Надежда, сказать это, Ксения, по-другому никак. Изберите для себя лекарство. Кто внушил он бежать от будущего гнева? Если вы ребенка не учите, златоуд говорит, эти родители хуже убийцы. Убийцы убивают только тело, а вы поразили бессмертную душу. Она с этим капризом напротив мужа будет, она разведенная будет, абортница будет. Вы в нее заложили уже целый взрыв гнева Божия. Я не могу по-другому отвечать. Я должен так ответить. Что с народом делать? Господь показывает. Сколько портили, портили у нас все таинства, крещение, все с Украины. И меч Божий опускается на нее. И выступают политики, все, меня клеймят за то, что я говорю. Иеремия 48, 10. Но ни один не касается этого пункта. Вот где главное. Они прокляты Богом. Бритые тут такие осторожные приезжают и все таинства исказили. И меч Божий опустился на Украину. А на вас? И на нас так же будет. Другого не будет. Вот их берут, оттуда гробы даже не привозят, закапывают. А почему? Да потому что обманутые. И с этим обманом соглашались. А как я не соглашаюсь, меня со всех сторон колотят. А вот почему, да как, да неправильно там эту книгу издали. Невежество. Надо учиться день и ночь. Даже молитва в Отех и наш в двух вариантах дается. У Луки и Матвея, когда описывается, как жены мироносцы ко гробу ходили. Четыре разных варианта. И они, однако, не противоречат друг другу. А тут увидели у меня, что смысл изменился или нет. Я вчерашей теме возвращаюсь. У нас трехтомник есть. И сравнили там с каким-то. Я перебрал все дореволюционные здания. Конспектировал, перепечатывал. И выбрал самое хорошее. И самое краткое. Иначе было бы четыре тома. Попутно сказать. Капризничать некогда. Вот меня сейчас зовут, а мне бы идти не надо ничего. Надеюсь, сейчас ко мне заходят. И я уже должен на улице писать. Все, ухожу. С Богом. Господи Христос. Храни вас Господь.